Всем привет! Добро пожаловать в наш сегодняшний эфир скетч за 10 минут. Даже Сюзи пришла поздороваться. Сегодня у нас с вами будет эфир скетч за 10 минут. Что это за формат? Это формат, когда я ставлю таймер и мы с вами вместе рисуем по таймеру за 10 минут. Зачем нам вообще нужна эта история? Затем, чтобы показать себе и всему миру, что творчество, скетчинг это не так-то и сложно, что это легко, просто и что для этого совсем не обязательные часы и годы обучения и практики, меня Сюзи кусает, а достаточно выделить 10 минут, порисовать, попрактиковаться, насладиться процессом и это уже приведет к огромному нашему росту, развитию, а главное добавит действительно вот то самое творчество, которого нам так не хватает в нашей жизни. Все, котейка, я тебя убираю, то ты поздоровались и хватит. И еще сегодня мы совсем немножко поговорим о том, как совместить концепт скетча за 10 минут с арт-журналом. На самом деле все не так сложно, как кажется, поэтому даже мы сначала порисуем, а я потом хочу немножко более детально обсудить эту тему, потому что я знаю, что есть вопросы, окей, есть скетчинг, есть скетчбук, есть арт-журнал, как можно вот эту всю историю посовмещать и на каком уровне вести скетчбук, арт-журнал, как не вести несколько вещей сразу, как наоборот не устать с этим, а как делать это все действительно просто и хайп. Так, давайте начинать. Первое, что нам важно, это подключить тот самый взгляд художника. Скетчинг это прежде всего передача впечатления, и для того, чтобы что-то передать, нужно сначала что-то получить, увидеть, рассмотреть. Невозможно нарисовать то, что мы не увидели. Для того, чтобы увидеть, нам нужно включиться и описать это. Что мы видим? Мы видим, что у нас на переднем плане находится трамвай. Если мы разделим наш лист на верхнюю и нижнюю половинку на 50%, то мы увидим, что трамвай полностью находится внизу. Мне хочется, честно говоря, его опустить, поднять немножко вверх, для того, чтобы он не провис, все-таки, чтобы он был, вот, немножко затрагивал среднюю линию, совсем чуть-чуть. Мне кажется, что так будет более эффектно. То есть я тут анализирую и сразу добавляю какие-то приемы, которые, мне кажется, смогут нашу работу улучшить. Смотрим дальше. У нас трамвай находится в перспективе. Это значит, что фронтальную часть трамвая мы видим целиком, а боковая часть уже начинает от нас отдаляться и, соответственно, визуально уменьшаться. Вот у нас есть вот такое уменьшение, сужение. И, соответственно, тоже то, что мы можем сделать на этапе анализа, мы можем померить. Потому что очень часто мы рисуем вот эту часть, она нам кажется большой, потому что трамвай, по сути же, он длиннее, чем шире. Но в перспективном искажении все не так просто. И поэтому я предлагаю вот сейчас померить, сколько у меня занимает трамвай. Вот приблизительно вот столько. Фронтальная его сторона. А теперь смотрим, сколько относительно... Так, вернись. Вернись. Так, еще раз сейчас сверюсь. Вот так. Сколько относительно фронтальной стороны у нас занимает боковая часть. И видите, у меня вот здесь стоит палец и приблизительно чуть больше половины от фронтальной части. То есть, на самом деле, наша боковая часть, она значительно уже, чем наша центральная часть. И это прям важный момент, когда мы будем сейчас ее рисовать, потому что визуально зрение нас обманывает. И нам кажется, что эта часть, она по размеру больше, так как минимум такая же, а даже кажется, что больше. А если мы меряем физически, фактически, то получается, что нет, не совсем так. Так, дальше, что еще мы смотрим и описываем? Мы видим, что у нас на заднем плане, пусть это уже и не главный герой, но все-таки это часть атмосферы. Есть архитектура, есть здание. Оно у нас находится в угловой перспективе. Это значит, что мы смотрим на ребро здания, на угол вот здесь, вот здесь, вот здесь. И у нас искажаются, как вот боковая часть трамвая у нас искажается, у нас так искажаются две стороны. Одна у нас уменьшается, наклоняется вниз. И вторая часть у нас тоже наклонена вниз и идет на сужение. И точно так же работает и работают и окошки, и вот все остальные части элементы зданий. И такая же история у нас происходит с боками здесь, что у нас одна часть наклоняется в одну сторону, другая часть наклоняется в другую сторону, потому что у нас здесь угловая перспектива и есть искажения. И вот эти вот все направляющие у нас стремятся на линию горизонта и на точку схода, которая у нас находится где-то вот приблизительно вот здесь, на линии горизонта. С этой стороны тоже у нас есть своя точка схода. Мы в скетчинге не занимаемся такими построениями, какими мы бы занимались в классическом рисунке, но при этом мы их все равно сканируем. Мы их учимся видеть, но передавать при этом быстро и просто на глаз, и даже если у нас там что-то не получается, это не важно. Важно, что мы ухватили основную суть. Дальше смотрим, что у нас есть еще. У нас есть окошки по краям здания, у нас есть на трамвае дверь, здесь какая-то реклама бутылки, люди, не знаю, захотим мы их вписать или нет. Три окошка на трамвае, последнее тоже чуть-чуть более сужено, потому что от нас эта часть как будто заворачивается. У нас фронтальная часть трамвая, она как будто находится немножко в таком полукруге, то есть это не прямоугольник, а есть такое легенькое искажение. То есть важно нам все вот эти фишечки, все эти нюансы для начала увидеть, чтобы потом мы могли действительно показать, подчеркнуть в скетче наши характерные черты объекта. Дальше смотрим, что у нас по цвету. У нас здесь основной цвет желтый, есть несколько красных элементов просто для красоты. У нас много серого, вот есть еще коричневый, но я решила его не добавлять. И бежевый просто для того, чтобы чуть-чуть тонировать задний план, здание заднее, несмотря на то, что оно не совсем бежевое. То есть можно здесь вполне для него использовать какой-нибудь светло-розовый, может быть светло-фиолетовый. И в общем то, чего хочется, это тоже будет смотреться классно, красиво и гармонично. И на самом деле на этом моменте мы можем остановиться с анализом. Главным героем у нас здесь является трамвай, очевидно. Все остальное это наш такой второстепенный план, атмосфера. И теперь техника, как мы рисуем. Я вчера показывала в сторис, как раз, что я готовилась к первому занятию арт-кэмпа, к занятию, где мы будем рисовать скетч одной линии. И поэтому я сейчас хочу, находясь на той же волне, можно сказать, хочу предложить вам тоже порисовать этот скетч, не отрывая руки, потому что это нам даст, во-первых, ту самую скорость, а во-вторых, можно классно попрактиковаться с экспрессивной линией. То есть мы прям максимально стараемся не отрывать руку. Если где-то оторвем, ничего страшного, но прям вот стараемся больше уходить в контроль. Действительно, большую часть мы уделим на лайнер, и потом немножко добавим цвет, оставим буквально парочку минут. И прежде чем начать еще композиция, я люблю прям вот руками разметить. Можно размечать еще карандашом цветным каким-нибудь просто, где у нас что находится, небольшими овалами. Но я люблю прям вот ручками, как будто бы этот объект перенести на лист и обозначить, где он у меня находится. У меня трамвай будет находиться где-то вот здесь, он будет затрагивать середину листа, как я и говорила в самом начале. Вот здесь будет находиться здание, и еще хочется оставить немножко места для дорожки. Ну что, ставим таймер, делаю глоток воды и поехали. Видите, нам важно прям уделить пару минут анализа для того, чтобы у нас действительно все получилось. Все, таймер поставили, поехали. Я показываю сначала верхнюю часть трамвая, и дальше показываю его форму. Так, не хочу уйти слишком в... Видите, я для того, чтобы не отрывать руку, но прорабатывать элементы, возвращаюсь и прохожусь по одному и тому же месту несколько раз. И это как раз помогает нам, во-первых, не трястись над идеальными ровными линиями, а во-вторых, добавлять такой легкости, живости и рисовать, не отрывая руки. Так, возвращаюсь к каким-то деталям. Помним, что у нас здесь наш трамвай начинает немножко сужаться, и что его боковая часть, это буквально половинка от середины. Поэтому я вот специально ограничиваю себя. Так, у нас здесь еще есть верхняя часть трамвая. Мы здесь как бы плавно переходим от одной части к другой. Так, смотрим, что еще. Чего еще не хватает? Не хватает вот здесь вот разных окошек. Их быстренько показываю. И будем потихонечку перемещаться. Вот можно чуть-чуть задеть нижнюю часть, показать, почем идет трамвай. И показать рельсы. Тут я уже себе чуть-чуть позволю руку оторвать. И также у нас еще вот идет дорога сзади. Вот идут эти рельсы боковые. И есть еще несколько элементов дороги. Вот я сейчас увидела, что я в трамвае все-таки чересчур высоко обозначила. Можно было его чуть-чуть ниже опустить. Но да ладно, тут мы можем сразу показать какие-то кусочки труб, которые у нас торчат. И переходим к архитектуре. И тут у нас снова включается наша история с одной линией. Показываю фасад. Там есть сверху какие-то элементы, которые нам не совсем видны от крыши. Я тут прям не слишком стараюсь. Боковая часть одна. Сразу захожу внутрь и показываю окно и его внутреннюю часть. Я бы даже сказала, что это не окно, а такой проем. И здесь точно так же. Здесь оно уже уже у нас. Здесь потому что больший перспективный наклон. Опускаюсь еще. Следующую секцию показываю. И дальше у нас есть вот такой вот уже мы упираемся в трамвай. В реальном, на референсе это не совсем так. Но ладно. Так, здесь у нас есть еще наклон. Небольшой какой-то заборчик. Тут я уже оторву немножко руку. Покажу элементы забора. Раз я уже нахожусь здесь, то сразу проработаю боковые какие-то части, элементы. У нас тут есть окошко. Так, опущусь вот сюда, чтобы эта часть у нас уже была закрыта. И после этого можем вернуться к боковой части. Смотрим. У нас здесь еще есть много на самом деле разных вот таких вот углов и перспектив. Есть виден кусочек крыши. Мы можем ее даже показать сразу небольшую черепичку. Возвращаемся еще раз, проходимся немножко по фасаду. Тут у нас есть окошки. Тоже с окошками мы всматриваемся, какая там у нас у них фактура немножко в середине. То есть, что там, какие там рамки, какие там створки, окон. И здесь я вижу, что у меня есть еще один угол. Вот он. Он там упирается в трамвай. У меня он не совсем упирается в трамвай. И еще один наклон-изгиб. То есть, я их поймала, я их показала. Если вы какие-то детали не увидели, то ничего страшного. Мы просто как бы продолжаем рисовать так, как будто мы их не заметили. Значит, это не является нашим каким-то важным моментом, который нам поможет действительно передать впечатление. Значит, мы эту штуку не уловили. Так, у меня еще вижу, что не хватает вот здесь каких-то нюансов, каких-то деталек. Добавляю еще, может быть, какие-то окошки. На самом деле, вот у нас линейный скетч уже практически готов. В этом плюс я обожаю технику линии, технику одной линии. В клубе есть как раз мини-курс по этой теме. Волшебная линия. Он такой маленький, короткий, обалденный. Который как раз прямо рассказывает все с нуля, как это рисовать, как работать. И нам осталось здесь. Это я расслабилась, начала болтать, потому что вижу, что мы уже почти все сделали. Осталось 5 минут по таймеру. Давайте еще добавим провода, потому что без проводов у нас никак. Так. Они здесь тоже создают определенную свою такую магию. Так. У меня где-то их не совсем видно, но важно, что мы их включили, что они у нас нигде не потерялись. Потому что эта сетка, она хоть и не такая заметная, но в любом случае очень классная, очень интересная. Так, и мы с вами здесь переходим к истории с нашими... Я вижу, что я что-то не дорисовала. Хочется боковые еще вот такие фары показать. Можно тут показать еще какие-то таблички и бутылки. Может быть, даже что-то внутри в окошках. У нас же это главный герой. Там даже можно небольшой какой-то силуэт человечка, который стоит, раз у нас уже есть эти 10 минут. У него он что-то держит там еще в руке. То есть я показала голову, показала туловище и показала таким треугольником вытянутым ноги. И мы возвращаемся к лайнеру. То есть сейчас все время проболтаю, и у нас не останется времени на цвет. Хотя его нужно не так много. Так, чтобы... Боковую часть тоже покажу. Отмечу. Теперь уходим в серый цвет. Потому что у нас внутри довольно темные окна. И нам нужно затемнить это все серым. Также еще у нас вверху вот этот навес и крыша тоже серая. Но мне не очень хочется показывать крышу. Хочется больше показать как раз часть навеса. И также у нас еще есть тень от трамвая. И я здесь беру светло-серый. Важно брать не темный, а светло-серый действительно. Потому что темный мы взять еще успеем. И также давайте уже, раз мы здесь с этим серым работаем, давайте пройдемся по окошкам с ним. Там у нас есть, кстати, мусорный бак, который я не добавила. И теперь мы берем серый на тон темнее. И немножко углубим, добавим контрастов. Важно здесь не закрасить все то, что мы нанесли до этого. А нанести второй слой тени. Который немножко наслаивает, углубляет, показывает прошлый кусочек. И немножко этого. Прошлый кусочек я имею ввиду прошлое пятно. И мы видим, что у нас уже стала работа более интересной. Более насыщенной по цвету. Но хочется еще добавить немножко глубины. И для этого мы берем самый темный серый. И немножко проходимся. Все в тех же местах на самом деле. Единственное, более плотный создаем низ. Тень под трамваем. Потому что она действительно у нас там плотнее. Какие-то элементы вокруг фар. Чуть-чуть в окошках. И тем временем у нас осталась одна минута. Стоит только расслабиться, начинаешь болтать, как время заканчивается. Так, я немножко еще добавлю желтенького внутрь. Обещала вам еще, что у нас здесь будет красный для акцента. Там есть какая-то часть красного в бутылке. Я бы немножко добавила еще в фары. И может быть куда-то вот в боковую часть сюда. И на этом все. То есть у нас вроде бы есть чуть-чуть красного акцента. Но при этом его не слишком много. И бежевый. Про то, что я говорила, что можно показать, немножко затонировать здание. Вот я таким плавным штрихом прохожусь. То есть я не закрашиваю, а просто немножко тонирую. Как раз все боковые стороны угловой перспективы, которые находятся с левой стороны. Сейчас, может, я что-то и справа тоже захочу показать. Пока нет. Крышу. И благодаря этому у нас сразу появится такой небольшой объем. Ну и вот здесь, там где у нас коричневая стена, по сути, можно тоже немножко добавить. Вот. И глобально мы с вами готовы. У нас осталось 6 секунд. Мы идеально вложились. Тут еще более светлым могу что-то нанести. Да. Yes. Как вы? Мне кажется, мы работали довольно интенсивно. Напишите вы, успели, не успели. Еще дорисовывайте. Мне кажется, работа получилась прям супер классная. И это как раз очень крутой показатель. Во-первых, что мы здесь использовали маленькое количество цветов. То есть, нам реально не нужно даже там 10-12 маркеров для того, чтобы рисовать в путешествиях, рисовать в городе, таскать с собой каждый день. Достаточно взять базовые цвета, бежевые, серые, может быть, какой-нибудь фиолетовый для акцентиков. И это уже будет наша базовая палитра. Достаточно взять лайнер. И тоже будет очень-очень быстрый и эффектный скейп. Понятно, что когда мы рисуем просто одной линией, у нас получается некоторая однослойная такая штука. Но когда мы добавляем еще цвет, и мы еще можем там, например, добавить штриховочку, у нас сразу работа становится более многослойной, более объемной. Так, пока вы дорисовываете, покажу, расскажу немножко про концептор журнала. Это как раз наша тема месяца августа в клубе. И немножко поговорим о том, как совмещать скетч с арт-журналом. Потому что вот вроде бы мы нарисовали скетч, но при чем здесь арт-журнал и как из этого сделать арт-журнал? Вот для примера хочу показать, что вот здесь вроде бы есть скетч, но при этом я бы еще и назвала это арт-журналом, потому что у меня здесь добавился текст, у меня здесь какой-то такой более свободный формат. Вот здесь тоже, скетчбук ли это или арт-журнал, в принципе и то, и то. Смотрим на какие-то еще штуки. У меня тут есть и незаконченные работы, и просто какие-то вот такие истории. И от этого кажется, что мы путаемся еще больше, потому что все-таки в чем же разница? На самом деле арт-журнал глобально это более свободная и легкая версия скетчбука, которой можно не только рисовать, но и делать всякую фигню. Клеить наклейки, вести заметки, делать записи как в дневнике и так далее. И если, например, я вот, не знаю, где-то в городе, в путешествии нарисовала трамвай и вклеила к нему здесь блокнотик, вклеила блокнотик, господи, билетик, добавила, например, здесь какой-нибудь текст. Вот я прямо сейчас могу написать, вы тоже можете написать и уже сделать из своего скетчбука небольшой арт-журнал, скетч, который мы нарисовали в эфире. По поводу надписей, всем кажется очень часто, что нужно добавлять что-то обязательно глубокомысленное, какие-то очень серьезные вещи, и это всегда сложно, но на самом деле нет. Я рассказывала как раз это в курсе скетч-экспресс, по поводу надписей, что важно просто писать. Можно начать с того, чтобы писать об атмосфере, то есть что происходит сейчас. Вот я сейчас написала скетч, который мы нарисовали в эфире. Это то, что происходит сейчас, то, где вы находитесь. То есть я здесь могу написать, что я там сижу дома, за своим столом, сейчас вот такое-то время, пришла Сюзи поздороваться, описывая то, что происходило до, во время и после того, как я рисовала. Это уже как раз история про арт-журнал. Дальше мы здесь наклеили что-то, мы здесь еще что-то добавили. Мы поэкспериментировали, посмотрели, как у нас просто соединяются, например, цвета красный с желтым. Это уже история тоже про арт-журнал. Мы создали, добавили тут какой-то фон, что-то еще продолжили, какую-то историю, которая у нас перешла в абстракцию. Поэкспериментировали с той же самой работой, но, возможно, как-то по-другому ее обыграли. Это уже арт-журнал. То есть, по сути, это такая версия нашего хренового скетчбука, в котором у нас должны быть не только идеальные инстаграммные работы, но и вообще абсолютно любые работы. Там можно скетчить, там можно писать, там можно просто лить краску, воду, что-то калякать карандашиком. В общем, делать любую фигню, которая нам взбредет в голову. Реализовывать абсолютно любые идеи без потребности того, что это будет чем-то идеальным, гениальным прямо сразу. Потому что наша большая проблема, которая нас останавливает от творчества и которую, как раз, мне кажется, решает арт-журнал, это то, что мы слишком погрязли в каких-то своих представлениях идеальности, в каких-то комплексах, в желании сделать все классно с первого раза. И наша большая задача отпустить себя. И для того, чтобы действительно делать классные вещи, нужно просто разрешить себе создавать разное, пробовать разное, быть разными, выдавать ошибку. Даже идеальные программы, не идеальные, они тоже иногда выдают ошибку, там тоже иногда случаются какие-то сбои. Что же говорить о людях? Мы не можем выдавать идеальный результат в каждой следующей нашей работе. И это важно понимать, важно знать и важно себя отпускать. Потому что только так действительно можно почувствовать свободу и легкость творчества и не запнуться на следующие ошибки, а продолжить рисовать. Так, я обещала вам показать еще поближе работу, которую я делала. Мне кажется, вот у меня как обычно, что те скетчи, которые я рисую в подготовке, они лучше, чем те скетчи, которые я рисую в эфире. Мне кажется, здесь еще рулит мелкий формат. Это как раз тот самый скетчбук, который мы делали, который я показывала, как делать, если что, сохранено в хайлайт. Я вот как раз на нем сделала, попрактиковалась, подготовилась к эфиру. Я думаю, что мелкий формат решает, потому что для мелкого формата нам нужно меньше деталей. Для крупного формата даже вот такой ладошка, то есть это приблизительно, даже не А5, это А6 формат. И он уже к себе чуть-чуть более требовательный. А мелкий формат все-таки более легкий, более драйвовый, как мне кажется. Поэтому вот такая версия. Это мне все-таки нравится больше. Так, как вам? Вы успели нарисовать, как у вас получился трамвай? Обязательно поделитесь со мной. Обязательно отметьте меня в своих сториз, клубочке. Делитесь тоже в чатике, в телеграме. Девчонки тоже можете поделиться, кто не в клубе, в телеграм-канале моем, в комментарии, например, под референсом. Я тоже там посмотрю ваши работы. Но я обязательно тоже поделюсь у себя в сториз. А я на этом желаю вам классного дня. Обнимаю вас. И помните, что в жизни всегда есть 10 минут для небольшого скетча, для небольшой радости. Пока-пока.